здравствуйте мои дорогие сегодня мы с вами поговорим проанализируем поймем что такое активиации активизация синонимы в метафизике можете услышать и активации и активизация поэтому в принципе стандартные синонимы как удобнее как комфортнее так и использовать мы ждать к радости или к сожалению никого не будем так что будет запись и я понимаю что всех вопросы свои буду всех рада видеть у кого есть возможность записи значит все кто на ю тубе смотрит на ю тубе если появляются сразу говорю вопросы их можно задать соответственно в комментариях писала если мы телеграм-канал будете задавать вопросы смотреть если же это youtube тоже пишите но всех даже тех кто на youtube канале всех приглашаем в наш телеграм-канал потому что именно в телеграм-канале у нас проходит у нас проходят прямые эфиры посвященные и нумерологии посвященные и таро участвует а валентина наш таролок наш нумеролог ирина изобильная это по психологии по достижение цели это как изобилие увеличить лишь понимаете в реальности все не только в одном бодзе например или только фэн-шуй если мы будем хороший фэн-шуй делать но неправильно думать тоже минус большой поэтому мы работаем комплексно и наш центр шансы приглашает вас так что на ю тубе очень много людей просматривают и мы будем вам вам рады вас видеть нашем телеграм-канале ссылочка на подключение телеграм-канал внизу комментариях youtube все друзья теперь мы продолжаем вернее начинаем нашу тему активации что такое активации простой пример вам приведу на улице идет дождь если вы выйдете на улицу без зонтика учитесь да то есть в определенном месте но дождь идет например там в одессе я сейчас да вот в одессе идет дождь а ну если вы выйдете там в москве или выйдете в лондоне там возможно не будет дождя соответственно даже причем на определенной улице бывает да география понятия очень растешимыми и температурные погодные условия тоже поэтому именно в определенном моменте в определенный день в определенный час энергия там дождя например да осадки дождь идет вот тоже самое активации в активациях очень важно знать когда где вот это сгусток энергии активации это вот представьте себе сгусток энергии и вот вы активируете именно вот этот сектор где находится этот сгусток и соответственно этот сгусток передается на к вам вот как дождь вы выйдете вы намочились да вот хотим не хотим без зонтика все вы уже соответственно получили результаты этого дождя на себе вот тоже самое активации то есть мы всегда должны знать время корректное время об этом если не поговорим место правильное место и конечно какими активаторами делать активации ну и цель любое действие оно должно иметь цель да должна быть цель если просто я хочу мир во всем мире да это очень хорошая цель дай бог чтобы оно так было но вообще вот когда мы ставим танкри делаем конкретные активации но к сожалению один человек не может повлиять вот нашему нашему понимание в нашем аспекте на мир во всем мире вот это будет как бы абстрактное понять а вот когда вы ставите конкретные цели себя уже тогда это легче вселенной воплотить конечно если мы будем все думать о мире во всем мире и каждый человек об этом думать однозначно это будет а когда каждый работает то есть как бы общий эгрегор ходит поэтому вот так цель обязательно всегда должна быть цель причем конкретная цель о целях очень много можно говорить но мы сейчас больше активных активациям подойдем значит четыре основных составляющих компонента во всех активациях это у нас давайте справа начнем это место где это время активации цель на мере место еще относительно места хочу вам сказать тоже очень важно если активация написано что происходит на востоке активация у нас на востоке например какое возьмем благородного человека или там давайте неблагородного подсуме птица падает в гнездо например ну восток сказать а у меня там солнышко встает значит на восток это некорректно активация не всегда работает и не у всех очень многие как бы жалуются я ходила активация но результатов не было надо правильно ходить правильно надо корректно ходить вот так поэтому сегодня с вами и поговорим и чтобы предметно мы с вами говорили я вам буду объяснять на нашем путеводителе успех у нас нашем ресурсе нашего центра шансы есть путеводитель успеха каждый месяц мы его добавляем а добавляем сразу говорите кто слушает на ютубе кто не в курсе а у нас есть плат обучающая платформа get курс шансы академии метафизики и каждый месяц за два дня до начала по восточному календарю вот например месяц деревянного кролика начался пятого там заканчивается пятого апреля соответственно 3 4 марта мы добавляем уже активации чтобы вы могли их вовремя начать делать готовиться соответственно к этому вы заходите в свой кабинет скачиваете активации в чем еще кстати прелесть обучение на гид курсе нашим если появляются у вас какие то вопросы относительно активизации ну не делали вы никогда когда первый раз услышала вообще думаю как это идти гулять там на юго-запад ну что то такое вообще непонятное особенно люди которые с этим не сталкиваются но я вас очень мотивирую советую рекомендую полюбить активации использовать это как палочка-выручалочка и вот у нас там обложка это джин выходит из своей либо это чашка стакан смотря кто как чайничек кто как его представляет вот ту же самую активация это вот эта энергия которая переходит на нас и так возвращаясь геткурс если появляются у вас вопросы относительно активации вы не знаете не стесняйтесь задавайте пожалуйста их я вам все по возможности отвечу объясню подскажу и мы все правильно будем с вами делать и возвращаемся к нашему путеводителю соответственно эти активации у вас в личном кабинете и мы сейчас пройдемся по активациям но мне не только хотелось вам активизации сами дать да чтобы вы открыли и посмотрели таблички и могли сделать и чтобы у вас всегда были краткие тенденции месяца более полные тенденции месяца я стараюсь делать прогнозы на месяц и где все это объясняю прогнозы также у нас проходят телеграм-канале и на ютуб канале потом запись поэтому в полном варианте там можно слушать здесь очень кратенько всегда что собой представляет месяц кому надо быть очень внимательным в текущие месяцы на какие органы обратить внимание какой грабитель а также представляем всегда дни какие самые лучшие самые худшие дни и очень важно также всегда обращать внимание в какую сторону и куда мы путешествуем очень кратко ну потому что это все-таки у нас активации поэтому две странички выделила в пути водителя чтобы у вас как была шпаргалка основная основная тенденция месяц и также энергии в помещении тоже подробно объясняю это всегда в прогнозе на месяц но также можно вот кратенько здесь прочитать если есть вопросы то я всегда открыто задавайте их пожалуйста телеграм-канал так и я уже вам сказала значит активация это вам всегда напоминание что обязательно должна быть цель и обязательно корректно надо выбирать вот эти основные составляющие это знаете это как хотим приготовить торт но если мы сделаем вот мы хотим там наполеон например сделать а берем другие ингредиенты ну не получится у нас наполеон ну дай бог что у нас получилось более-менее что-то съедобное то есть всегда надо знать то из чего состоит вот активация это очень важно очень-очень-очень я это проверяла много раз если даже идти допустим приблизительно на восток это если мы говорим про динамичные активации но не всегда это будет восток лучше все использовать с учетом карт и не полениться сделать наложить 24 горы на ваш план квартиры и раз вы сейчас слушаете соответственно это вам интересно не поленитесь обязательно сделать у каждого человека который занимается метафизикой должен быть распечатанный план квартиры и наложены 24 горы как это сделать я думаю вы знаете но если нет сегодня я вам подскажу дальше и вот основное конечно вот один из четырех о которых я вам говорила это время определить время для активации смотрите во всем во всей нашей метафизике в БАДЗИ дата рождения наша определяется там фэншой когда мы что какие часы используем выбор да есть две системы сразу говорю две системы есть стандартные двухчасовки которые понятны абсолютно всем то есть получается с семи до девяти дракон часов у нас дракон ходит время дракона это энергия дракона земной ветви дракона неважно где вы сейчас находитесь вы находитесь например во Франции или вы находитесь в России или находитесь в Украине в Молдове неважно вот если идти по первому варианту стандартные двухчасовки это будет вот с семи до девяти дракон но и кстати очень много школ это используют я не скажу что оно не работает не хочу говорить и не буду потому что действительно такая система тоже работает но я вот по себе сама рекомендую использую именно с пересчетом солнечное время на местное то есть по часовому вашего населенного пункта это что означает это означает что ваше время надо перевести даже корректнее сказать надо ввести в калькулятор солнечное время вы найдете на любом гугл входите пишите калькулятор солнечного времени все вы его найдете можете на нашем ресурсе также шансы академии метафизики в нашем сайте тоже есть солнечное время по калькулятору калькулятор солнечное время пишите ваш населенный пункт это у меня еще на первое феврале я записала записала я имею ввиду вот эту презентацию распечаточки корректнее сказать не презентацию распечаточку это сделала сфотографировала и выделяете дату которая вам нужна выбираете ставите ваш населенный пункт и нажимаете рассчитать и идет пересчет и вот обратите внимание если по стандартным двух часовкам это было с 7 до 9 дракон то в Одессе в феврале например это у нас 7.58 9.58 в нашем населенном пункте другое время но если вы не можете использовать солнечное время не получается у вас нет этого возможности можете начать со стандартных двух часовок они тоже работают просто наверное очень сильно еще включается кто может как бы какой эгрегор может войдет или кто под каким влиянием идет потому что я вначале гуляла делала активацию по стандартным двух часовкам они тоже работали но потом уже вот многое время перешла на пересчет солнечного времени и пересчет и карты в адзе тоже это тоже пересчет солнечного так с этим моментом я думаю разобрались да дальше следующий момент следующий момент это вот наши активации активации у нас очень много в путеводителе я их составляю причем выбирая самые 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 сильные самые мощные которые можно сделать активации в реальности идут разные почему разные в некоторых используется в некоторых используется энергия фэншой то есть мы используем летящие звуки в некоторых активациях мы используем просто географию то есть например там нужен нам восток географически без всяких искажений входной двери без всяких магнитных искажений то есть конкретно нам нужен восток например в некоторых случаях мы используем вообще влияние совмещенное, то есть и бадзи, и фэншуй. То в зависимости от направления. Конечно, я понимаю, что конечному нашему, как человеку обычному, да, вот без всякого погружения, что там вот это с севера звезда, с юга звезда, просто надо что-то. Если человек хочет выстроить, ему здоровье надо, да, и ну не важно, как называется та активация, и какой у нее механизм. Это уже те, кто более хотят внутренне понять, ну почему он так происходит. Те уже, извините, те уже начинают спрашивать, а вот как, что, исходя из чего. Но в реальности, сразу говорю, они все работают. Единственное, конечно, в определенный месяц одни активации сильнее работают, в другой месяц похуже немножечко, но тоже работают. Поэтому мы указываем. А вот приходят месяцы определенные, когда вообще нельзя делать активизацию. Почему? Потому что там какая-то плохая энергия. А мы выбираем лучшее, чтобы можно было это использовать. Поэтому очень-очень их много, и вот в принципе здесь расписаны вам стрелочками это вот, вы видите, активация, вот правая вся сторона. Это в основном фэншуй активизация, а цемень, это уже связанные именно со структурами. Цемень, я думаю, знаете, да, это искусство ведения войны. Использовалось такой, такой очень серьезный трактат. И потом стали уже использовать, брать оттуда лучшее и помогать себе. И, кстати, цемень, активация, они очень хорошо работают, потому что это очень точечные. Активация процветания, сейчас, Влад, не буду прыгать, сейчас поэтапно, мы сейчас разберемся с ними. Итак, активация процветания. Активация процветания, это у нас в определенном месте собрались самые сильные звезды, самая сильная энергия. И, видите, например, вот в нашем путеводителе было написано сектор север. И, допустим, сегодня, сегодня уже нет, 30 марта в час козы. В час козы вы уже знаете, как определять, либо это с 13 до 15, либо вы уже смотрите по вашему солнечному календарю. И вот в секторе севера именно вот в этот день в этот час собрались энергии года, дня, месяца, года, месяца, дня и час самые сильные. То есть, там у нас энергия здоровья, энергия коммуникации, энергия помощников, единичка, энергия там, карьеры, допустим, энергия, не, допустим, это шестерка, энергия целеустремленности, энергия правильности, помощи высокопоставленных чиновников, допустим, или просто помощников ваших. Дальше, следующее, это вторая только звезда, а я собираю, чтобы было четыре звезды процветания, один, шесть, восемь, девять. Потом это энергия финансов, энергия любви, энергия быстрого старта. и вот когда вот эти все четыре, представляете, вот четыре основные энергии процветания собираются в одном месте, и вот в этот момент вы делаете активацию, и, допустим, написано здесь поставить активатор фонтанчик или вентилятор, вот этот активатор и надо ставить. Сейчас о активаторах чуть-чуть поговорим. Соответственно, в этот день, в этот час вот указанный и вы активируете посредством знаете, как диффузия происходит, помните, мы учили по физике и это вот эта энергия, она переходит на нас и мы, получается, поглощаем эту энергию, себя впитываем и увеличиваем свой энергетический соответственно потенциал своей возможности. Но и тоже, кстати, при активации процветания всегда цель. Вот все активизации, все активации начинаете с цели. Перед тем, как поставить фонтанчик в секторе сельвера, допустим, вот в текущий месяц было, и, кстати, это был подарок на 8 марта абсолютно всем подписчикам нашего телеграм-канала. И соответственно, поэтому я вас приглашаю к нам в телеграм-канал, потому что мы делаем подарки, мы делимся нашими знаниями, чтобы мы тоже могли максимально использовать. Поэтому будем всем рады. А кто в телеграм-канале не делал активации, надо обязательно их делать. Но я понимаю, что вначале с ними разобраться, как делать, и будете делать. Итак, значит, определили сект, определили месть, определили час. И всегда смотрите обязательно, кому не подходит данная активизация. Если написано людям, рожденным, год, змеи, это важно. Не идите в эту активизацию. Я не скажу, что это будет плохо, нет, но этот день сталкивается с вами. Если вы знаете, что столкновение для вас это не проблематично, оно приятно для вас, не проблем можете идти. Но для этого надо, конечно, знать, сталкивается или не сталкивается. Поэтому, чтобы не рисковать, вот мы пишем здесь, кому не подходит, соответственно, вы не делаете. И тогда вот в этот момент собралась вот эта самая мощная энергия. И вы получается загадывать, даже не загадывать, а просто как вот, давайте скажем, как делаю я. Перед началом я просто как бы останавливаю вот эту всю мысль мешок в голове и прям, если получается визуализировать вас хорошо, может, хилингом занимались, вот останавливаете и вот представляете себе, вот вы обращаетесь к Вселенной и представляете вот как у вас происходит. Не программируйте Вселенную, визуализируйте конечный, что конечный этап хотите. Не составляйте план, как надо это сделать. Возможно, намного легче все получится, чем вы себе думаете. Всегда представляйте конечную цель. Что вы хотите? Вы хотите там здоровья, увидите себя здоровым человеком. Если вы хотите что-то такое более как это, мелких масштабов, отлично, представьте себе, хотите очень сильно какую-то там сумочку, я не знаю, представьте себе эту сумочку у себя. То есть вы запускаете Вселенную. И, конечно, всегда соразмерность надо учитывать. Но если я захочу завтра быть президентом, я не хочу быть президентом, то я начну медитировать. Ну, вы же понимаете, это как бы будет немножко абстрактное понятие. Поэтому делайте соразмерное то, что возможно. И поэтапно. И даже вот я знаю, что есть из наших сейчас слушателей, люди, которые делают с нами карту желаний. Вот всегда мы на картах желаний. Я всем рекомендую на 20-30% увеличивайте ваш финансовый поток или финансовый достаток свой. Пока не надо на 100%. Когда вы уже будете мощными, сильными, энергетическими, тогда вы сможете и больше. Потому что вы ставите себе, там, человек получал, не знаю, 10 тысяч долларов или евро в год. И он сразу себе ставит 100 тысяч. Ну, это не тот потенциал. Это как придет человек, который не занимался спортом и захочет поднять гриф с блинами, да, 100-150 килограммов. Не сможет, не тот энергетический ресурс у него. Поэтому цели ставьте, особенно в начале, особенно в начале самые такие как бы более спокойные, более реальные, более доступные. И постепенно наращивайте потенциал. И тогда и вы не будете терять вот это вот у меня не получилось. Конечно, если завтра я пойду ставлю активацию процветания, как я сказала, президентом, но не стану я президентом. Ну, я думаю, мы это все понимаем. То есть мы делаем соразмерные цели, мы делаем поэтапные цели, мы растим свой энергетический потенциал. И потом уже постепенно плавность нужна. Если сегодня человек живет в плохом фэншу, и завтра он не будет жить в хорошем фэншу, должна быть плавной. Сегодня мы одну улучшили, вы делали сегодня одну активизацию, пространство уже у вас недвижимость улучшается, это передается вам, завтра вы еще сделали, послезавтра еще. И так спокойно, спокойно, без претензий к вселенной, никто нам ничего не должен. Мы сами постепенно наращиваем свой потенциал, и тогда обязательно все получится. Итак, активацию процветания, я вас очень рекомендую делать ее, она очень мощная, это вот эти все четыре светлые, белые, добрые звезды, они собрались. И конечно, что это у нас? Это и финансы, это и здоровье, это и, кстати, любовь к повышению. Если вдруг происходит такое, ну нет у вас вот этого фонтанчика, ну хотя, кто занимается метафизикой, купите, либо хотя бы вентилятор, вентилятор, особенно летом, да, зимой, наверное, немножко послабно его использовать, два часа, чтобы он там охлаждал помещение, а вот весенний период, думаю, тем более сейчас весну, с лета входим скоро, купите обычный вентилятор, у вас, ну, у меня везде, где я нахожусь, там дома, на даче есть вентилятор, чтобы после было делать активизацию. И, кстати, вот это тоже важный момент, активации очень сильно влияют на людей, которые находятся в этот момент помещения. Если я, например, делаю в квартире у себя или в доме у себя активацию, но сын, мой сын сейчас находится не со мной, соответственно, на него она практически не будет влиять. Если нет там специальная активация под этого человека, у нас тоже такие есть, да, это активация не путеводителя успеха, это более конкретно данную фотографию поданного человека. Это фэн-шуи мы с вами очень и разбираемся. Так что вы стараетесь делать сильнее по-другому сформулируем мысли. Влияние активации распространяется на людей, которые находятся в помещении. И почему, например, говорят, если день сталкивается с мужем, например, или с сыном, или с женой, или с дочкой, вот тот человек идет гулять. Не идет, в смысле, не идет гулять по активации, а просто выходит из дома, идет куда-то к своей подружке или к другу своему, или еще куда-то, а остальные члены семьи уже могут делать активизацию. Потому что если, например, четыре человека в семье, но не подходит именно рожденную год свиньи, соответственно, вот люди, рожденные год свиньи, должны пожелать в этот момент пойти просто на улицу, в магазин сходить или еще куда-то, а все остальные оставшиеся члены семьи будут делать активацию, и она на них будет хорошо соответственно влиять. Идем дальше. Благородный человек. Благородный человек, я очень много о нем говорю, да, всегда, и очень много информации о благородном человеке, хоть и очень, и недаром так много информации, это очень сильная энергия, это энергия помощи небес. Вот когда не знаете, что делать, как поступить, войдите в свой сектор благородного, возьмите колокольчик, только не пластиковый, а металлический колокольчик, настоящий колокольчик, и обратитесь к вселенной с колокольчиком. Как бы вы вот слегка водоражите энергию, и в то же время вот вы находите именно в вашем секторе вашего благородного человека, и очень рекомендую знать ваш сектор. Об этом я и в прошлом эфире много рассказывала, и частенько говорю о нем, потому что действительно очень хорошо. Да, это одна из самых простых активаций, активация благородного человека. Нашли свой сектор, встали в свой сектор с колокольчиком, но она очень мощная, и кстати, если даже пятерка, вот часто говорят, там пятерка, пятерка летящая звезда, опять кто не знает, энергия, энергия, крах. В этих секторах мы никогда не делаем активацию. Если даже там пятерка, все равно, даже наоборот, нужно и можно. Почему? Потому что колокольчик металлический, а металл, он ослабляет пятерку, поэтому вот это одна из активаций, которую можно делать всегда. И даже час можно не всегда выбирать. То есть вы можете, вот что-то сейчас случилось, вы хотите обратиться к вселенной, обратитесь, встаньте с вашей сектором. Конечно, в идеале и в свой час. И у нас, сейчас к этому вернусь, у нас в путеводителе, вот написано, например, для людей дерево ян, земли ян, металла ян. Вот сегодня 1 апреля придет прямой эфир, вот сегодня ваш благородный помощник. И самые лучшие часы, это вот час крысы и обезьяны. Обезьяна еще час будет. Поэтому все, кто еще рожденный в день, дерево, земли, металла, ян, сегодня как раз можно сделать активацию. Данная активация только не подходит людям, рожденным в год, козы. И вы смотрите, эти тоже часы не просто подобраны, под каждый день подбираются отдельные часы, когда приходит благородный, это поднял. И вот по элементам личности, да, вот таблички мы пишем, элемент личности, вы находите, вам вот здесь все не надо. Если вы, например, родились в год, не в год, в день, в день, например, в Ады и Ян, ну, значит, только, только вот на эти даты смотрите. И вот это даты, которые вам подходят. Конечно, отсеиваете, ну, в смысле, не учитываете, учитываете дни, когда сталкивается год с вами. И вы делаете активизацию, активацию благородный человек. Тоже вот здесь, сейчас я, наверное, немножечко остановлюсь на этом, чуть-чуть поясню вам немножко, а как все-таки найти сектора. У нас, у нас есть курс чудеса активации Бадзе и Фэншуй. Вот там подробно каждый шаг я вам объясняю, как активацию делать, как найти сектор, как делать измерения. И объясняю очень подробно, мне даже иногда как бы замечания делают, а зачем вы так подробно объясняете? Ну, люди по-разному воспринимают, кто-то быстрее, кто-то немножечко медленнее, кому-то надо два раза послушать. Это не говорит, что кто-то умеет, кто-то там не настолько умный, нет. Просто разная работа нашего мозга, по-разному мы срабатываем. Поэтому я стараюсь вот прям пошагово объяснить. И вот в курсе я прям подробно вам объясняю. И, кстати, кто у нас приобретает путеводитель успеха на 6 месяцев, этот курс вообще идет на 50% скидка на него, чтобы еще легче было. И там, кстати, очень много активаций, которые даже нет в путеводителе. Но есть в путеводителе те активации, которых нет в чудесах активаций в этом курсе. То есть как раз это друг друга достраивает. И сейчас я вам объясню, постараюсь, чтобы вы поняли, но если вдруг что-то, вот прям подробно в этом курсе объясняю. там, кстати, есть активации путешествующей лошади. Путешествующую лошадь мы используем при продаже недвижимости. Там очень много и активаций, которые связаны с любовью, с романтикой. Ну, давайте сейчас мы как найти нужный сект. Потому что вот то, что вы видите с одной стороны на план дома нанесен шаблон, вот именно об этом я вам говорила. То есть на план вашей квартиры должен быть нанесен шаблон. И это не просто шаблон, да, здесь немножечко может быть мелко не особо видно, но здесь все подписано обычными русскими буквами. Если там сектор петуха или сектор собаки или сектор крысы, это все написано. Даже если сейчас на экране вы это не видите, но в шаблончике это есть. И, кстати, шаблон всегда у нас прикреплен к самой-самой последней страничке. И на GetCourse он тоже у нас есть, и на сайте он у нас есть. Поэтому пользуйтесь во благо. Значит, что нам нужно? Нам нужен чертеж квартиры. Берете чертеж квартиры, обычно это в паспорте недвижимости вашей есть. Если нет, всегда можно начертить в масштабе. Вот это очень важно. Потому что даже у нас на суньсиньке, которые были только начинали, они просто от руки рисуют. Нет, от руки это неправильно. нам нужен чертеж в масштабе. Это важно, чтобы было точно. Нам нужна энергия именно конкретного сектора. Поэтому нужен чертеж. Дальше. Вторым шагом вы находите пересечение центра. Нам надо определить центр вашей недвижимости. для этого достраиваем до прямоугольной формы. Да, бывают, конечно, квартиры, особенно сейчас новостроях, там вообще сложно организовать прямоугольную форму. Это уже немножко индивидуально мы тогда рассматриваем, потому что бывают треугольные. Сейчас огромное разнообразие разных планов квартир, домов. Дома более-менее ближе к прямоугольным всегда строятся с различными выступами, а квартиры бывают очень-очень непрямоугольные. Конечно, моя рекомендация вам, старайтесь, чтобы они были прямоугольные. Это важно. Значит, вы находите центр, чтобы найти центр пересечения двух диагоналей с одного края другого края нашли центр, встали в этот центр с компасом. Только, пожалуйста, тоже раз вы уже здесь, раз вы это слушаете. Купите себе, если не лапань, то хотя бы лапань – это наш фэншуйный компас большой с формулами совсем. А если пока не лапань, купите туристический, ну, хороший туристический. Видите, как раньше были хорошие туристические компасы. Подскажу даже, где продаются в магазинах рыбалки, в магазинах туризма, в магазинах спортивных. Эти компасы продаются, поэтому берете компас, можно по телефону, но не всегда надо по телефону. Лучше всего купите компас, бывают искажения. Встали в центр, замерили и посмотрели. Вы знаете, что у вас, например, выход на балкон к этой стене. Значит, встали в центр, замерили с этой стороны и компас вам показывает 270, например, вот к этой стене. Вы сориентировались. Все, взяли шаблончик, скачали у нас и доложили. Вот нашли на шаблончике эти 270 градусов, повернули его, чтобы эти 270 градусов были вот как перпендикол, как перпендиколяр вот к этой стене и распечатали себе. Очень хорошо распечатывать на тальке, например, и тогда, кстати, можно увеличить. Я здесь немножко уменьшила, а шаблон увеличивается, чтобы легче было, чтобы вам было легче. И можете вообще карандашиком себе потом, карандашиком простым прямо расчертить эти горы, писать, чтобы у вас вы знали. Например, у вас активация в секторе крысы. Все, вы понимаете. Значит, вот с этой стороны, с стороны севера у вас крыса. Энергия крысы. Ну, еще раз, крыса, это не обычная крыса, это энергия воды, поэтому она нужна. И все, вот это у вас всегда должно быть. И теперь, что очень важно, если помещение, если попала, например, активация в сектор, вам нужно, например, сектор цветка персика, но у вас там кладовка. Ну, во-первых, это нехорошо, что в кладовке сектор цветка персика или сектор романтики, но в путеводителе у нас практически нет цветка персика, у нас более такие, более мощнее. Да, цветок персика тоже работает, я не скажу, что он не работает. У нас более мощнее, например, там, активация ценей, привлекательности, любви, есть активации специальные. и вот кладовки можно активации даже не делать. Почему? Потому что она слабо будет работать. Там нет, например, ни окна, ни света, там темное помещение. Можете попробовать, но не будет тут мощный эффект, как, например, в комнате, где есть окно, где есть энергия света, да, вот свет. И вообще, конечно, в комнатах очень-очень вам рекомендую, чтобы были окна. Да, сейчас не во всех дизайнах это есть, но это очень-очень хорошее. Все, у вас, значит, соответственно, есть вот такой ваш постоянный помощник, да, вот ваша карта, план дома и нанесенные сектора. И вы в любой момент знаете, где находится какой сектор. Все, определились. И дальше, если написано, у вас там сектор север, вот подписано север, значит, вы берете сторону севера, да, вот здесь вот подписано север с синеньким цветом. И старайтесь всегда не делать на краешках. Вот, например, вот здесь уже практически север соседней, с северо-востоком. Вот это уже край. Находите серединки сектора. там сильнее, там мощнее работает энергия намного. Поэтому края лучше не использовать, а именно центр этого сектора, да, и вы не будете просто понимать, а, вот с той стороны встает солнышко, но смотря, когда вы присыпаетесь, когда вы смотрите на это солнышко, а будете конкретно понимать, что вот это восток, я вам очень рекомендую именно выбирать не восток-1, восток-3, а восток-2, вот прямо, что был центр востоком. Я не говорю, что восток-1 будет плохо работать, но там мощнее. Если нет возможности, например, восток-2, это прям чистая энергия востока, а восток-1, 2, 3, это сектор восток, у нас делится на три сектора, восток-1, восток-2, восток-3. Вот восток-2 работает намного сильнее, мощнее. Выбирайте центр, как самую сердцевинку такую. И здесь у нас табличка тоже есть сразу, подсказочка. Мне мало дать просто, можно дать просто вот эту табличку, как очень часто дед в виде наша делается. Сейчас покажу. Вот, и все. А мне же надо рассказать, почему, как. И вот эти сектора подписаны для элементов личности. Вот, юго-запад-1, да, северо-восток, один, это сектор, где вы делаете активацию. И это вам сразу подсказка. Это ваши благородные помощники. Даже если не будете эту активизацию делать в этот день, но вы будете знать, где ваш благородный помощник, вы будете использовать этот сектор. И вот табличка благородного помощника, например, для людей огня, я, благородный помощник, свинья, петух. И вот здесь написано, вот северо-запад-3 это свинья, запад-2 это петух. Это ремарочка рассказывает. И вот шаблон 24 горы, который мы накладываем на план нашего дома, план квартиры, и уже конкретно понимаем, где же та свинья, вот нужен нам сектор свиньи, ну где та свинья, ну хорошо, северо-запад-3, а где этот северо-запад-3, и вы уже его находите, вот здесь подписано, свинья, будете уже знать, вот северо-запад-3, это и есть сектор свиньи. Так вы это используете. Дальше, друзья, идем. Следующая активация очень хорошая, очень тоже мощная, согревание денежной звезды. Да, она, конечно, не всегда мы ее можем делать, ну почему, потому что если в сектор попадают звезды 2, 5, 7, активации мы не делаем. Либо я пишу в комментариях, например, здесь было в текущем месяце надо сжать свечу на северо-западе, то есть чистая формула звезды, согревания денежной звезды, это был северо-запад. Но мы с вами грамотны и понимаем, что на северо-западе у нас звезда краша весь год и там активации мы не делаем. Да, мы захотим сегодня получить деньги, но завтра нам придется их утратить. Мы активируем плохую энергию, да, не будили их, как говорится. Есть заменители, и когда я пишу, соответственно, заменяем северным сектором, не все сектора можно заменить, бывает, что не заменяем, так и тогда пропускаем. И в активациях вы уже, соответственно, видите, что там дат нет. Не потому, что он забыл, а потому, что мы не используем. Самое главное первым делом это не навредить, да, а вторым делом это мы уже идем дальше. Даже когда фэн-шуй начинаем анализировать, мы сначала убираем все плохое, а потом начинаем делать хорошее. На плохое ничего хорошего не получится. Поэтому убираем начало, да, и как и выбор дат, убираем плохие даты, а потом выбираем лучшее из оставшихся дат хороших. И то же самое, например, 4 апреля час активации дракона, змей, петуха, свиньи. То есть вы уже знаете, как находится час этот и знаете, где север, север 2, запятая 3. То есть в данном случае вам подходит где наш север, сейчас вам покажу и север 2, север 3. Вот у нас север 1, это просто это Бадаян, ну, кто не знает, не обращайте внимания, здесь подписано С2, С3. То есть вот в этих секторах, вот на протяжении этих секторов вы ставите активатор. Постарайтесь, конечно, не вот на не состыковочке с северо-востоком, а непосредственно вот поближе. То есть серединочка севера 2, севера 3. В данном случае, вот указанном. И делайте активацию. Согревание денежной звезды, это надо взять обычную свечу. Ну, друзья, смотрите, не рекомендую вам вот эти маленькие свечки в таблетках брать. Они, во-первых, очень быстро перегорают, и они сладенькие, вот эти хорошенькие такие свечи, тем более сейчас есть ароматные свечи вообще, там еще аромат финансов, например, добавляем, и вот тогда вот оно лучше будет. Ну, и, конечно, про технику безопасности рассказывать вам не буду, все громотные, все понимают, что это делать. И согревание денежной звезды, это у нас всегда финанс. Конечно, на каждую активацию надо обращать внимание, что она дает. Если мы захотим любовь и пойдем согревать денежную звезду, я не знаю, может, любовь с деньгами придет, ну, сложно мне сказать, я не делала. То есть, согревание денежной свисты, это всегда на финансы. Например, вам нужны деньги для чего-то определенного, вот вы хотите что-то сделать, или вы планировали на буксе поменять, или что-то еще. Вот вы конкретно под эту цель свою вы делаете активизацию. То есть, финансовые вопросы. Сильная энергия, хорошая энергия, мощная энергия, но всегда обращайте где и что. И теперь мне тоже хочется важный момент сказать, а где ставить эту свечку? В каком расстоянии? На пол ее поставить? Или на середину? Вот все активаторы старайтесь ставить на уровень 60-90 сантиметров. Вот так. Вот уровня пола. То есть, и не на пол, и не на шкаф, а вот где-то вот на таком уровне. Тогда это будет правильно. Это будет хорошо. Это будет намного лучше работать. То есть, если я беру вентилятор у меня на поле, небольшой на поле, на столь я его использую, я его ставлю, допустим, на стул, например. Если, ну, там нет у меня тумбочки, но мне надо вот именно в том секторе. Значит, беру вот этот стул, ставлю на этот стул, или беру какой-то столик маленький, в зависимости от высоты, да, и ставите вот этот активатор. Например, там, свечу в данном случае, если мы говорим про согревание денежной свисты. Дальше, друзья, идем. Следующее у нас вталкивание богатства. Вталкивание богатства, оно немножко сложнее, активация. Почему? Потому что надо одновременно использовать три сектора. Это не всегда получается, но возможно, да. И вот в активациях вталкивания богатства, это, знаете, какое, это как дополнительный приход. То есть, сегодня хотите что-то какое-то, и это более, это не покупка, например, ноутбук, это что-то более мощное, то есть, дополнительный приход. И что мы делаем? Мы активируем три сектора уже, то есть, в одном секторе энергия процветания, в другом и в третьем. Ну, мы как бы пазла, как пазла складываем. Извините, укры, пожалуйста, дверь, собачки гавкают. Это слышно хорошо, сильно. И получается, что вот эти три сектора мы как коннектим, да, и свеча, фонтан, вентилятор, то есть, три сектора с сильными, мощными энергиями. И если написано сектор юг, север, запад, соответственно, выбирайте, видите, здесь не написано юг-2, юг-1, юг-3, написано юг, выбирайте серединку сектора, если не подписано ничего.